Валентина Скурлова Экспонаты этого музея можно увидеть на выставке Василий Зуев, художник фирмы Фаберже «Возвращение с Симбирск», действующей в выставочном зале на Покровской. Слова благодарности говорю бесконечно. И хочу сказать, что вот те экспонаты, которые вот здесь находятся, уникальные экспонаты, как Валентин Васильевич говорит, это продолжение традиции современных художников, продолжение традиции фирмы Фаберже. Встреча с историком ювелирного дела прошла в рамках первой выставки нашего знаменитого уроженца, главным консультантом которой он является. Валентин Васильевич рассказал об авторах работ, представленных в экспозиции. Художники – это тоже непростые члены Союза художников. Вот наш вот этот Владимир Тихонов, работы которого, я считаю, самые лучшие по миниатеристике, он известен, он член Петровской академии художественной науки, не только в Петербурге, но у него заказы, извините, от Сиамского короля и Папы Римского. На выставке есть и уникальные миниатюры самого Василия Зуева. В качестве надписи небольшая табличка – портрет Гребенщиковой Е.А. 1922 год, а по овалу – подпись В. Зуев. Долгое время никто из сотрудников музея не знал, кто эта женщина. Было известно только, что это произведение подарено некой Андреевой А.А. Во время встречи главный хранитель Ульяновского художественного музея Галина Григорьевна Демина сделала настоящее открытие. Дарственная написана Андреевой Антониной Александровной. Она была родной сестрой вот этой вот портретируемой в работе Зуева. А зовут ее сестру, она написала, значит, портрет Екатерины Александровны Гребенщиковой и указала дату ее жизни – 1891-1967 год. В рамках мероприятия о неизвестном и печальном факте из жизни Зуева рассказал директор Центра стратегических исследований Сергей Галант, которым он был шокирован после беседы со Скорловым. По его словам, Василий Зуев 8 месяцев провел в ульяновской тюрьме. Кто-то донес на художника, что он получил огромную сумму денег – 5000 золотых – от какого-то Нобеля. Оказывается, значит, наш земляк сделал по просьбе Нобеля, значит, портрет его матери, подарок матери. И это было сделано еще до революции, и Нобель все время не знал, как расплатиться. Это действительно, опять же говорю, что казалось бы, где ульянов даже, где чердаклы, там, кременки, где Нобель. И, кажется, это все рядом. Продолжение первой выставки Василия Зуева можно будет в скором времени увидеть в каталоге, передвижной выставке и виртуальном музее. Эти проекты поможет реализовать Центр стратегических исследований. А выставка в выставочном зале на Покровской продлена и будет работать до 21 января. Ирина Антонова, Новости Ульяновской правды.